Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface! В 2020-м. Давай-ка, Рокутаген, с самого главного начинай. С ПВЕ. Для начала, капитан Очевидность, будь добр, поздоровайся. Ахера с тобой здорово, целый день тебя наблюдаю. Не со мной, идиот, со зрителями. А, здравствуйте. Красавчик. Итак, друзья, побывал я на опенкапе. Кстати, последнем опенкапе. Больше опенкапов не будет. Теперь будет Warface Pro. Какая-то будет такая у нас теперь система турниров. Но, опенкапы, всё. До свидос. Кстати, поздравляю Йоду с тем, что он стал последним победителем последнего опенкапа. Чемпионом. Красавчик. И, кстати, поздравляю Дино. Он стал десятикратным, если память не изменяет, чемпионом Warface Open Cup. Молодцы, ребята. Именно за вас в финале я и болел. Но, как правильно сказал Кэп, давай-ка приступать. Чем станет Warface в 2020 году? Со слов, сразу подчеркиваю, это не я обещаю, это со слов наших разработчиков. И первым делом изменения будут просто колоссальные в спецоперациях и ПВЕ. Одиночная миссия. Миссия для одного игрока. Да. Как я понял, именно она заменит тренировку. Знаете, у нас в ПВЕшках есть такая тренировка. Не очень убедительная, не особо интересная. И, собственно говоря, действительно, пришло время ее заменить. Эта миссия будет сделана для одного игрока, чтобы более опытные игроки у него фраги не воровали. Он сразу втянулся в Warface и новичок в игре остался. Однако, в неформальной беседе, за пределами, так сказать, за кулисами, мне было сказано, что вдруг, если игрокам очень это зайдет, сделают не только одну и не только для новичков. Кто знает, может еще 2-3 добавят и будет сочно. Хорошая, а может и плохая новость, для меня лично плохая, состоит в том, что ПВЕшки нахрен вообще из игры собираются все абсолютно ПВЕшки выпилить. То есть, все то, что мы любимили годами, все то, что нам было так дорого, вот эти простые такие вот незамысловатые миссии, прилетели на вертолете, побежали, нагнули снова куда-нибудь на вертолете, снова нагнули, снова на вертолет и свободны. Вот этого, ребята, к сожалению, всего больше не будет. Но разработчики хотят сделать немного другую систему. Они хотят разделить все спецоперации, те, которые есть сейчас, и те, которые будут в будущем, на главы. Скажем так, на манер марафона, который, в свою очередь, состоит из зенита, острия и чего там, и восхода. Да, собственно говоря, именно так. То есть, все спецоперации будут делиться на главы. И если вы хотите поиграть немного, как на ПВЕ, вы сможете проходить эти главы в какую-то отдельную, если вам какая-то больше будет нравиться. Если вы хотите получить максимум наград, вы целиком проходите весь этот марафон спецопераций. Тут стоит вопрос, хорошо это или плохо. Я считаю, что плохо. Все-таки ПВЕ-шки это ПВЕ-шки, и никакие обрезанные части спецопераций их никогда, по моему мнению, не заменят. Но разработчики сказали, что они все это понимают с одной стороны, а с другой стороны, есть как бы одно маленькое но. В студии и так работает более 200 человек, и так они не все успевают. А если они будут работать еще постоянно над новым контентом, отдельно над спецоперациями, и еще отдельно над ПВЕ, а это очень сложно, с их слов, контент, то они ни хрена, собственно говоря, не успеют. Но вот что касается зато, ребята, спецопераций, до наших разработчиков до конца дошло. Михаил Хаймзон говорил об этом на стриме, а также в личной беседе со мной. Он говорит, понял, что людям не нужны мудреные спецоперации, что вот эти все Марсы, что вот все, что они делали, это было ошибкой. Большая часть того, но не все. Мишаня понял, проанализировали они онлайн статистику, сколько людей, куда ходят, как часто перепроходят спецоперации, и поняли, что людям нравятся Анубисы и Гидры больше всего. Именно так. Именно побегать на Анубисе или на Гидре люди предпочитают, а не на каких-то других спецоперациях. Именно поэтому теперь все спецоперации будут делаться по их подобию. Никаких геморройных 100 нововведений, спецтехнологий, роботов, лазеров, ну, в общем, всякой херни много этого не будет. Будет либо как-то умеренно, как скажем на Гидре, либо минимум всего, максимум похоже на вот эти старые наши любимые ПВЕшки, то есть а-ля Анубис. Ладно, ебутешка, а чё там про объединение серверов было сказано? Вот, капитан, очевидность. Этот вопрос вообще просто на миллион. Объединение серверов. Итак, объединение серверов это то, о чём мы давно говорим и просим наших разработчиков, и они таки начали созревать до этого. И, конечно же, мы больше всего просили в первую очередь хотя бы Браво и Чарли объединить. Если с Альфой ещё ладно, кое-как онлайн есть, то на Браво и Чарли всё реально печально, ребята. Вот ночью играешь, 10-12 человек на пригороде, и ком-то, сука, не заполняется это обычное дело. То наши разработчики посчитали, да кому нужно простое объединение? Ебанём-ка на полную. Разработчики замахнулись и сказали, мы объединим серверы. Все серверы. Мы объединим наши серверы все, европейские серверы, американский сервер, а возможно туда ещё попадёт PlayStation и Switch. Вахуй просто. Однако потом уже в личном разговоре я выяснил, что объединение это не то, что мы думаем. Пока что план такой, вроде как, что объединение это не слитие всех серверов в один. Серверы как были, так и будут. Как были на них кланы, так и будут. Но вот матчмейкинг действительно станет единым. То есть знаете, как в Fortnite, игроки с ПК могут играть с игроками PlayStation. То есть наоборот, те могут подключаться к игрокам ПК в их матче. Вот судя по всему, именно такая система будет. Скорее всего, я думаю, ты будешь ставь галочкой. Я, например, хочу, чтобы игра в том числе искала мне матчи на сервере Альфа, на Браво, на европейском, или если у вас суперинтернет, ещё и на американском сервере. И если вы всё это выбрали, то есть, соответственно, матчмейкинг, быстрая игра, там, будь то РМ, будь то командный бой, всё это будет искаться по всему миру. Всё, что вы выбрали. И вы можете играть с Чарли против бойцов Альфа или против европейцев. И я не знаю, если реально они это реализуют, я не знаю, насколько это сложно, но они говорят, что это легче, как ни странно, нежели соединить серверы. Потому что соединение серверов это жопа полная. Там 100 механик, там кланы, там прогрессия, там персонажи. Говорит, легче просто сделать общий поиск. И проблема решена. Фактически, у тебя будет онлайн, в который ты в этой игре будешь играть. Больше 100 тысяч человек. Практически постоянно. Ну, кроме ночных кат. Так что, пока что, это тот момент, где разработчики не то, что приняли наши идеи хорошо, а они даже сделали еще более гениальные. Ну, точнее, не сделали, пока только загадали. Ну, может быть, сделают. Кстати, тут стоит отметить, что наши разработчики также в личной беседе сказали, что они собираются, скорее всего, большинство режимов ПВП нахрен выпилить из игры. А если не режимов, то карт точно. И тут я их понимаю, потому что, по факту, более 50% того, что есть в игре, либо не играется, практически вообще, либо играется, ну, очень плохо, и, скажем, утром или ночью эти карты вообще не найдешь. Поэтому пока что у них есть мысли оставить мясорубку, командный бой, конечно же, РМ-подрыв, и, конечно же, оставить штурм, как один из четырех тоже популярнейших режимов. А вот все остальные режимы, возможно, не факт, но возможно, они будут постоянно меняться каждую неделю, дни 10. Они будут меняться, и на них, на этих режимах, менее популярных, будут проводиться дополнительные рейтинги. Например, неделя захвата. Задройте и получите быстрый поиск, соответственно, скорее всего, без клана, просто быстрый поиск 1-2 товарища, и получите первую лигу. Это очень интересно, это сочно. И я думаю, что это действительно сможет нашу игру разнообразить. А новые карты будут в игре? Да, капитан, очевидно, здесь такое. Нам, например, показали новое черное золото. Выглядит действительно годно, в этом плане никаких вопросов нет. Я очень жду, когда будут новые еще карты на мясорубке, на командном бою. К счастью, должен заметить, что что, а вот карты наши разработчики делают, умеют, и в последнее время они стали понимать, что нужно игрокам. Они стали понимать, какие карты на мясорубке, вот Пагода тому пример, будут играться, что хотят игроки, какую простоту, какие респавны, чтобы как оно все было сделано. То же самое карта район в Припяти действительно хорошо реализована. Будем надеяться, что и дальше карты для ПВП будут не менее, а лучше еще более. успешными. Ну, не обошлось, конечно, без демонстрации праздничных карт, показали у нас карту нефтебаза, выглядит годно, на 1 апреля сойдет. Но я думаю, что на этом заострять внимание мы особо не будем. праздничный контент он праздничный, и это как бы проходное. Врачишка, в компедиумах теперь будут нормальные задания? О, Кэп, здесь, знаешь, как-то наши разработчики, вот честно скажу, ну не сильно, не сильно прямо вот меня обнадежили. Они сказали, что у нас больше не будет ДЛС, теперь у нас просто будут боевые пропуски новые. Ну, по сути, чем они отличаются от ДЛС? Да ничем, судя по всему. Прямо черным по белому написано новые задания, новые какие-то награды, то есть опять будем бегать на каких-нибудь теперь уже не ПВЕшках, потому что их выпилят, а спецоперациях, и убивать сто каких-нибудь щитоносцев в прыжке в голову из пистолета. Сочно, я всегда об этом мечтал. Первый боевой пропус, кстати, будет называться Даргона, и иметь соответствующую иконку. Ну, поглядим, увидим, как говорится, а пока что я считаю боевые пропуски именно в таком формате, опять эти дебильные задания, это, опять же, тупиковый путь. Ну, кто знает, может быть, они чего-то не договаривают, и там будет что-то иное. А седа уберут из игры? Мечтай, Капитан Очевидность, дальше. Наши разработчики не то, что не хотят выпиливать седа, так они хотят сделать его ещё сочнее. Но, правда, надо дать им должное, это не касается сделать его абсолютно и вообще имбой. Они хотят предоставить игроку выбор. Сделать сед танковым классом, то есть ты можешь выбрать того седа, который сейчас танк, а можешь сделать более быстрого, но он будет ваншотиться в головы штурмолог, убиваться в тело из всех болтовок, в общем, как остальные персонажи. Задумка интересная, но, как бы я опять же поговорил, в личной беседе мне было сказано, что если игрокам не зайдёт Рокутаген, то, скорее всего, мы вообще просто ограничим класс сет с запретом использовать его на том же РМе, на том же подрыве. Пусть играет паблик, и пусть играет ПВЕ, если он будет очень сильно бесить игроков. А ещё очень больная тема. Чё там по дымам? Ну, что касается дымов, Капитан Очевидность, то вроде как обещают подумать на эту тему, и вообще весь интерфейс будут, кстати, глобально переделывать. Для начала стоит отметить, что теперь при создании персонажа будет больше внешности, можно будет бороду, как у Рокутагена, сделать, и вообще могучую, такую, как я не знаю, у старика Хатабыча, например, глазки подвести, там всё так сочненько сделать. Можно будет крестиночкой, то есть сразу можно будет выбрать женского персонажа. Да, больше настроек, брови, усы, там, не знаю, бакенбарды, пейсы, там всё, что угодно. Причёски, маникюр, педикюр, сука, чё хочешь, ресницы нарастить, можно будет, сука. Просто как Марфей зашёл, ресницы нахуярил, вот такие метровые, и живи дальше, всё нормально. В общем, кастомизация внешности будет более углублённая, и будет с самого начала выбор пола. Но сразу говорю, сразу Мишаня сказал, нет, это будут не оброрки, женские персонажи по размерам будут как мужские. Так что нормально, хеды будут залетать великолепно. Поменяют интерфейсы, сделают пресеты, то есть будет выбор, можешь несколько пресетов на каждый класс делать. Вот это у меня сразу пресет, готовый набор для ПВЕ, это для паблика, а это для РМ. Ноги мне нравится. И, конечно же, самая больная тема, это дымы. Разработчики сказали, что пойдут таки нам навстречу, но об вот этих трёх-четырёх дымах можно нахрен сразу забыть. Я думаю, что скорее всего, а если это не так, то разработчики подумайте над этим, они делают, будут делать, или послушают меня, и, сука, будут делать, следующим образом. Вместо световой, скажем, гранаты, можно выбрать вторую дымовую. Вот, это хороший вариант. Вместо флешки, можно выбрать второй дым. Это будет классно. Действительно, два дыма, это, я думаю, какая-то, знаете, такая компромиссная, компромиссная промежуточная вариация, промежуточный вариант хороший, и, я думаю, именно к нему стоит стремиться. Два дыма, это нормально, это достаточно. Но один, я честно говорю, для паблика явно маловато, для соло-РМ тем более. Варфейсе дальше будет Pay to Win. Ох, мы говорим о Варфейсе. Как тут, конечно же, не говорить о Pay to Win. Я думаю, что в какой-то степени он такие у нас всегда будет. Как говорится, всё хорошо, всё для народа. Плати и нагибай. Но на самом деле, разработчики сказали, и в личной беседе, опять же, мы на этот счёт рассуждали, сказали, что действительно, время Pay to Win прошло. Не просто Варфейс, а вообще. Сейчас вот просто сразу в игру любую зайдёшь в новые игры и вот этого вот, а крути коробки и получи самую имбу и гни всех тех, кто в игру бабки не заносил, это уже не катит. Это нахрен никому не нужно, эти проекты умирают. Наши разработчики всё это прекрасно видят, а они, поверьте, не дураки, и они всё это учитывают, и потому они пришли к такому непростому для себя решению. В 2020 году экономика будет изменена таким образом, что если ты много задротишь, ты можешь получить метовый, даже самый метовый донат, скажем, какой-нибудь АК-12, какой-нибудь Крис-Супер-В или какой-нибудь АМ-17 СВ-98 просто задроти в игру. Варианты будут как временные, так и навсегда. Временные варианты можно будет получить за прохождение спецопераций, за определённые другие выполненные задания, за задания каких-нибудь бесплатных, в том числе будут у нас теперь бесплатные боевые пропуски, где можно будет получать пушки на время. Самые крутые, самые нагибные, при этом не донатить в игру. Но кроме этого можно будет пушки, как старый, так и новый донат, так и самый лютый донат теперь крафтить. Да, теперь будет крафт оружия в игре. За выполнение особых заданий, за прохождение сложных спецопераций, игрок будет получать так называемые новые, у нас теперь будет скажем так, новая валюта, запчасти. И вот из этих запчастей, из этих частей оружия, он сможет крафтить себе, собирать самые разные, в том числе самые крутые, донатные пушки. Именно так, ребята. Сколько это будет занимать время, скажем, собрать какой-нибудь лютый АК-12, я не знаю, но по слухам, от 1 до 3 месяцев, в зависимости от того, насколько сильно игрок, соответственно, задротит. А что там по улучшению кланов? Хорошая тема. Кланы. Кланы наши разработчики обещают улучшить. Именно так. И не просто сами кланы, а также игра кланам, игра скобкой на РМ, ребята, да, улучшить и усложнить одновременно. Наши разработчики таки услышали нас, и теперь подбор для скобок и кланов, больших скобок, 3, 4, 5 игроков, а также для игроков, которые все играют одним кланом, будет идти отдельно. И только в случае, если нету тоже больших скобок, этих игроков может быть и то не факт будет кидать к одиночкам, то есть к соло РМ. То есть фактически наши разработчики разделяют теперь РМ для кланов и скобок и РМ для соло игроков. Но что самое интересное, это то, что наши разработчики придумали, как добиться, скажем так, некой справедливости в рейтингах, ну с их точки зрения. Ни для кого не секрет, что в настоящее время в рейтингах кланов, то есть рейтинг кланов, там лига, скажем, элитная, платиновая и так далее, все, прямо скажем, не отражает реальный скил игроков в этих кланах. И как правило, в элитной лиге очень часто большинство кланов это просто крабы, а играть, к сожалению, многие из них топово-то и не умеют. Так вот теперь, если бойцы клана объединяются в пятерочку, все они имеют первую лигу, то они за каждый бой выигранный на первой лиге стаком из пяти сокланов будут получать намного больше очков клана, нежели, скажем, ребята из краба лиги на пятой или на десятой лиге. То есть они будут больше очков клана получать и, соответственно, шанс того, что более задротистые игроки будут в элите находиться, он существенно выше. Таким образом, теперь показатель, в какой лиге и на каком месте находится клан будет с точки зрения опять же разработчиков более соответствовать реальной ситуации, а также решится вопрос скобок и кланов НРМ. Кстати, теперь НРМ будет отображаться при запуске скобка, кто с кем играет, ну, чтобы вы знали, многие просили. Хм, достаточно занятно. Еще что-нибудь интересное было на этой презентации? Ну, пожалуй, из самого интересного, что еще, там еще скины есть, всякое вот такое, оружие для сэда, там новый пулеметик вроде как, хотят какой-то, ребят, это как бы все вторично. Давайте самое главное, что еще важного было? А из важного, пожалуй, были, что брелоки. Как вы знаете, в некоторых играх есть брелоки, например, вот вы видите картинку из Контер-Страйка, граната с брелоком, сразу скажу, в Варфейсе почти наверняка на гранаты как раз брелоки ставиться не будут, но на все остальное оружие, особенно новое, современное и популярное старое, какие-нибудь там тайпы, скажем, к тарчике, брелоки будут ставиться. Это новая фишка, но не просто фишка. Большинство брелоков будут носить чисто визуальный и косметический характер, но особые брелоки, я подозреваю, что за донат, будут добавлять пушки ТТХ. Как это будет работать, мы не будем придираться, каким образом брелок может каким-то образом повышать пушки ТТХ, но сам факт, что это есть. Это, судя по всему, в нашей игре будет четвертый модуль, доступный на большинство популярного оружия. И это интересно. Посмотрим, как это будет реализовано. Собственно говоря, на данный момент это все, что нам известно. Есть еще всякие маленькие косметические дополнения от разработчиков, их таки мы, конечно, не будем обсуждать, потому что, ну, сами понимаете, там ничего интересного, сука, и нет. И самый главный вопрос, как это все будет реализовано? И первым делом, вот лично для меня, честно, самое главное, это вот это изменение, урезка всех режимов, создание новых рейтингов, не только на подрыве, на РМе, а на каких-то временных режимах, и, конечно же, наконец-то, хоть какое-то объединение серверов. Если вы со мной согласны, если вам вообще что-то понравилось в этом ролике или не понравилось, что знает, то ставьте лайки или дизлайки, яйти чешите и только яйти, это обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok